Вот так, под серым, не по-июльски пасмурным небом, в микрорайоне Репина, благодаря молодому стрит-арт-художнику Марату Петрову, появился мурал «Перевёрнутый урок», посвящённый заслуженному учителю России, почётному гражданину Ульяновска, народному учителю Российской Федерации Юрию Латышеву. Появление вот этого мурала, оно очень символично, потому что про Юрия Ивановича должны знать не только педагоги, но и просто жители, потому что это человек, который нёс огромный багаж, вклад в развитие нашего общества, развитие Ульяновска. 400 баллончиков, 100 литров фасадной краски, две недели работы и произведение уличного искусства от Ульяновского мастера вошло в 14 лучших граффити-работ фестиваля «Формарт». Задумка этого фестиваля родилась в головах у ребят. В 2019 году на нашем крупнейшем форуме Иволга в Самарской области полпред общался с представителями творческой смены, и ребята сами подсказали его идею. В этом году финальная часть фестиваля прошла в Кирове, в лофтовом пространстве Крим на граффити-полигоне «Фантазариум», где гости вместе с художниками создали мурал с логотипом фестиваля. «Приятный, приятный, приятный, когда распыло, получается, края распыла, проводится, приблизительно это вот так, вот так, сделается переход, а дальше заканчивается этим». «Можно почувствовать себя немножко мальчишком, дать полю творчеству, при воображении и создать его вполне себе, как и отговорил Антоний. Ребята молодцы, которые принимаются этим, потому что они молодаются, потому что они становятся удовольствия окружающим». Но не только удовольствие зрителей. Во главу угла организаторы фестиваля поставили продвижение культурного кода регионов Приволжского федерального округа. И эта константа остается неизменной с того самого дня, как полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров дал старт первому фестивалю. «За признание этого фестиваля говорит цифра больше 100 тысяч человек, которые отражают количество проголосовавших за каждую работу. Понятно, что голосуют эксперты, выражая ту или иную любовь к понравившему изображению. Но самое важное то, что голосуют люди, которые проживают в городах за то изображение, которое в городе остается». В итоге в этом году бронзу взяла художница из Мордовии. Серебро разделили Саратов и Киров, а на верхней ступени пьедестала почета оказался Дмитрий Горшков. Из Самарской области с работой «Открытие возможностей».